ну что любите приветствую мы продолжаем проходить с вами leaf strange 1 первая часть и просто серия был довольно некие информативный много часами узнали да и я думаю скоро время мы с вами докопаемся на сути если не было прошлой серии с выжига скажу ссылку в описании первых находится на полу прохождение на плейлист полном же данной игры не чуть ниже находится подсказочки там прошлой серии будет и плейлист также есть не смотрел принципе виду игру посмотри сам начал буду вот довольно интересно на займа связано просто вот а мы с вами собственно начинаем потом саш подобный надевает предиказатель обратно сидит куш принципе к пяти или пяти воды при этом просмотра серик обещает быть довольно интересный закончим с вами в этой серии 3 эпизода начнем 4 посмотрим что будет дальше рядом просмотра мы с вами продолжаем проходить данную игру также смысл есть что ты с ним тусовалась мне тоже нужно быть осторожными как ниндзя черт я иду в кафе к фрэнку говорю ему что верну ему долго для этого должен пойти со мной затем ты входишь перематываешь время назад говоришь ему что ему нужно осмотреть свой фургон забираешь ключи и сам отматываешь время потом я справлюсь скоро вернусь не позволяем ему эпичному плана затмить твой поищу-ка я пока какую-нибудь косточку для шавки фрэнка нужно обязательно найти способ стащить ключи у фрэнка со смысл здесь собственно остановились поэтому так вот вот так вот угла фургон чеком но лов кончика собственно нужно смотреть то что как-то низами связаны когда фрэнк займы связан с рэйчел дам как он помнит свой спрошу серии поэтому поэтому давайте-ка посмотрим посмотрим это очень жутко это жутко вы только взгляните на эти листовки печально что их никто не читает доброе утро как сегодняшний улов не спрашивай сперва был снег потом затмение что дальше торнадо надеюсь что нет могло быть и хуже например на смогла тряхануть как в калифорнии наш что то у меня голова загружилась надеюсь вам сегодня повезет с уловом хорошо бы поздновато мне менять профессию бывай малышка к малышку сюда собственно здесь до пошли рим то что вы прошу уже беду сказал да мы прошли с тобой знали бекон у меня слюнки потекли но сначала мне нужно стащить ключи у фрэнка с пошли мысу знали что рэй рэйчел как-то с фрэнком связанной фрэнка достойчиво сразу поэтому быстро будем узнавать не спорю девчушка ты смелая но не хлоя не даже пушка и одежда рэйчел не делают тебя классной или крутой холи тебе надо и не смей меня фотографировать иначе расхерачу твою камеру откуда ты знаешь что это одежда рэйчел да потому что она ей идет а вот тебе нет тебе повезло что я забрал у тебя тот револьвер хватай ключи и давай заценим твой фургон пожалуй нет ты пугаешь меня до жути иными словами ключи тебе не светят макс может у меня получится разговаривать офицера или нейтана а потом вовсю испытывать день сурка до тех пор пока я не добуду нужную информацию что делать то как-то максин слушай мне так жаль что тебе пришлось быть там скейт когда она ну ты понимаешь знаем мы все равно гордимся за тебя спасибо офицер бери я знаю что вы сталкиваетесь с этим чаще чем я но это невыносимо трудно как же я рад что ты представляешь плакал а я думала что это нейтан прескот представляет блэквилл слушай не порти мне аппетит ты сама знаешь что себя представляет прескоты они хотят под себя поднять весь город отчасти ты права макс говорят прескоты сейчас заняты какими-то крупными земельными сделками это как-то раз мистер прескот помог моей семье вот мы и заключили сделку из которой я теперь не могу выпутаться вот бы вернуть все назад и поступить иначе приступлю к своему завтраку есть ли шанс что ты простишь мой долг ты вроде должна быть умной разве нет узнаешь если окажешь мне услугу спасибо крестная мать только мне не нужны твои услуги а хлоя не получит услуг от меня я просто хотела посмотреть как ты отреагируешь я сейчас убью тебя как свинья жили спала я же ел эти бабы ты совсем что ли ебанулась я ел эти бабы так хорошо уже еще поговорим макс не стоило этого говорить лучше перемотать рейчел блять чё за нахуй кто пришел макс эмбер милый наряд кстати спасибо за помощь моем исключении шлюха ты такая повезло тебе что сейчас мы не одни хочу напомнить что мы находимся в общественном месте с офицером полиции так что усмири свой гнев прескот да ладно может быть не надо было стучать на меня этому грёбаному ректору уверена что фрэнк и рейчел снабжали тебя наркотиками для вечеринок неплохо вообще-то рейчел и сама вовсю баловалась наркотой похлеще меня отсуждаем отсюда бед откуда знать девственница даже вам тот мусор знает что рейчел тусила с фрэнком только не смей говорить об этом скопом тупорлы думаю следует кого-нибудь допросить лейтенант колфилд позже еще поговорим макс как ты макс спасибо как же значит кит и знаю что мне кажется что теперь кейт марш будет лицом блэк вала это такая потеря ужас а поговаривали что вы какое-то время работали на семью прескотов боже люди в этом городе хоть когда-нибудь затыкаются я не виню вас за то что вы подрабатывали на стороне время от времени я просто приглядываю за прескотами за нейтаном в том числе никому об этом ни слова макс не связывайся с ним ладно я тут узнала что твой отец нанял местного копа следить за тобой и фрэнком пауэрсом словно тебе нужно няня херня мой отец не нанимает он владеет все мусора знает что до меня лучше не докапываться правда надеюсь это значит что фрэнка не посадят конце концов это случится этот парень ебнутый он как-то рассказал мне что их с рэчел связывает клятва на крови забудь про это серьезно а теперь от вали от меня и держись суждаю так 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 давай попробуем как-будро пауэрсом как спасибо как же нейтан говорил что рейчел эмбер представляла blackwell с фрэнком бауэрсом он больше не является студентом blackwell а к сожалению он и правда представляет одной из сторон аркадия бэй тяжись подальше от него и его шавки не связывайся с ним ладно я слышала разные вещи а фрэнке его щеночки похоже он очень любит своего пса тем более когда этот пес твой личный телохранитель держу паре он сделал из бедняги настоящего хищника и и подумать не могла а где он его нашел раньше фрэнк посещал собачьи бои адам ему должное он осознал как это жестоко и вскоре спас целую раву собак одно из них он приучил но он все равно жуткий не связывайте с ним ладно а разве ты не должен был молчать про клятву на крови между фрэнком и рейчел клятва на крови какого хера я никогда никому не говорил об этой херне да и к тому же все знают что фрэнк и неудачник и лжетт даже рейчел знала однако рейчел тусовалась с ним больше чем ты и что ей нужны были только его наркотики вот она ему и позировала а он-то думал что она его любит кретин ну что ты притворяешься страшным но ведь ты спас всех тех собак во первых я не притворяюсь во вторых кто рассказал тебе про собак и вправду чудесная история ты так любишь животных а можно твоего пса погладить могу привести его прямо сейчас из фургона я бы тебе даже собачье дерьмо не доверил к тому же тебе не собака нужно тебе нужны вот эти ключи у тебя аж глаза заблестели ты хуже наркоманки макс тебе доза не поможет моя работа закончена фрэнк у нас подожди да и кое-что спросим еще больше спросим а я видела те фотки которые тебе дала рейчел откуда ты об этом знаешь это все хлоя да она просто между словом сказала мне что это одна из любимых фотографий рейчел правда точнее так я и подумал она была настоящей красоткой погоди найду фотографию вот сама посуди боюсь мне придется забрать у тебя ключи мудак на кой хрен ты их взяла отдай мне мои ключи сука сейчас же верни ключи ключи у меня потопали к хлоя вам пара бойл можно было двумя путями ok алиса отойди скорей это было близко алиса и так макс ты уже третий раз спасаешь меня на этой неделе ты мой ангел-хранитель да перестань я ничего особенного не сделала ты одна поднялась на крышу чтобы спасти мою подругу а все остальные просто стояли и снимали на телефон ты была и моей подругой и я бы сделала все чтобы спасти ее все это видели я очень горжусь твоей смелостью ты крутая макс я конечно так не считаю но спасибо нужно побольше общаться как-нибудь выпить мне пора идти на попозже обязательно поговорим почему таким голосом озвучил он не сомневалась великолепная спайдер макс без фрэнка ничего бы не вышло давай ка пойдем внутрь тебе это пригодится по сигналу готовься давай кажется эта собака стала нашей сучкой смекаешь теперь можно спокойно все обыскать но время терять не стоит собачка вовсю занята костью но скоро она может вернуться я понял что будешь на дороге носки осуждаем так осуда им ебать а я-то думала у меня срач но ты ведь не жуткий наркоторговец суждаем фрэнка своей тараканы но он нормальный так я думала пока не увидел что он носит браслет рейчел какая шикарная тачку нашего плохиша представь как было бы круто уехать на на ней на побережье да мы догнали двести по шоссе и ты бы захотела чтобы я тебя поцеловала хлоя у нас очень мало времени надо хоть что-то найти знаю дай помечтать серебра и что фрэнк играет в бейсбольной команде аркадия бэй потрясающе что у про фрэнка можно триллер снимать потрясающе что у фрэнка повсюду лежат ножи грязная посуда это так по-мужски понятном здесь ничего отлично пистолет хлои а нужно ли мне его ей возвращать у меня есть отпадный подарок для тебя не уж то пакетик убойной травы что уху макс ты бесподобно спасибо вот теперь мне лучше на твоем месте я бы вернула его дэвиду сейчас конечно может он как-то нам поможет в будущем а лишь с этим намерен я пожалею об этом но я не могу допустить чтобы фрэнк кому-то навредил надо даю может он пригодится в будущем же фрэнк сладкоежка неплохая аудиосистема приятно видеть что рынка хоть что-то здесь уважает ну как так можно жить даже мило видеть это фото фрэнка с песиком осуждаем с нужными инструментами я легко бы вскрыл эту решетку о тайничок фрэнка осуждаем ничего таинственного так ну что нам нужно инструмент достава найти собственно давай неплохая такая зажигалочка он принимает их или продает или это это жаль что у меня нет дешифрующего кольца фрэнка пауэрса он теперь в интернете работает возможно так решетка еле держится мне нужно чем-нибудь ее поддеть клай не напугана я это нравится помпидо серьезно это кличка для пуделя я думаю косточка собаки нравится больше прикр фрэнк неспроста держит у себя дома полицейский радар было бы классно покататься на этой малышке с хлоей не могу представить фрэнка и хлою вместе пьющих и веселящихся нож почти так же хорош как и связка кличей ну нафиг тут ничего нет мой клинок отворит любые дверцы папа сюда рейчел и пес фрэнка даже не знаю умиляться или беспокоиться одна радость видеть как рейчел ведет этого зверя тут она такая счастливая рейчел и правда тусила с фрэнком я узнаю о рейчел больше чем хочу знать проблема в раю меня тянет болевать от мысли что рейчел ему позировала и писала любовные записки я просто не могу в это поверить она трахалась с ним зачем она лгала мне прямо в лицо потому что знала твою реакцию значит хреново из нее подруга да очередной человек обманувший меня всю жизнь меня подводят близкие мне люди мой отец погибает потом ты уезжаешь мать влюбляется в рейчел меня предала хлоя рейчел пропала никто тебя не предавал предатели да в пизду вас понятно ты не можешь продолжать винить меня или кого-либо во всех бедах твоей жизни это неправильно ну а кого тогда иначе получается это моя вина да нахер повзрослей я не хочу тебя оскорбить но ни у одной тебя в аркадии б есть проблемы кейт марш с крыши бросилась забыла да она совершила самоубийство мертва мне очень жаль ясно и нет от этого мне ни капли не лучше усекла и кого же ты винишь первую очередь своего ёбаного отца конечно ты винишь уильяма серьезно да виню конечно он открыл ту дверь и покинул меня навсегда хлоя твой отец ушел не по своей воли я знаю макс моя мама правда винить себя она только хотела чтобы я забрали с работы иногда даже я виню ее неправда да макс правда ты знаешь каково это ждать своего отца будучи ребенком и понять что он не вернется нет конечно нет полезно это было с тобой в тот день это был ужасный несчастный случай мне от этого не легче с тех пор как он умер моя жизнь стала полным тюрьмом ты не хочешь слышать это но ты все еще здесь живая со мной и это не случайно ну да я не хочу слышать хлоя одной мне с этим не справиться мне нужна твоя помощь и рейчел ты нужна умер моя жизнь умер умер Да уж. Ну, девчата, время фото. Читки! Ну же, скажи, блин! Ничего не вижу! Сними, Макс, крупно планов! Классный переход. Она показывает до этого, что было окей. Надеюсь, вспышка не сильно тебя напугала. В коллекцию. Пока я её не увижу, нет, ты знаешь правила, папа! Макс, скажи ему! Эй, ты вся бледная, все нормально? Да. Просто... Да, я в порядке. Ну что, Хлоя, ты одобряешь? Ну, может, вот это я разрешаю в семейный альбом сохранить. Что это такое? Здесь Уильям. И Хлоя ещё ребёнок. Я что, настолько далеко в прошлом? Во Франции их называют крыпе. Я 18-летняя в теле себя 13-летней. Они же тоже хотят... Как? Уи, чур, я бью яйца. Помнишь, сколько нужно яиц? Джойс безмерно любит Уильяма. И правда. Так, сколько нужно? Блин, я помню, как Хлоя его читала. Но не после сегодняшнего. Ты-то у нас повара. Я точно видела эти фото раньше. Когда нет мамы, то да. Чего мы тут только не творили? Я помню, как мы с Хлоей рисовали эти клёвые рисунки. Чё, блядь? Такая классная олениха. Такая классная олениха. Алло. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Они так и не отправились в это путешествие. О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Я не могу позволить Уильяму сегодня сесть за руль. Ах, как я скучаю по нашим ночным посиделкам. Печеньки и попкорн. Для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Вы не туда попали. Макс, ну же, давай без глупостей. Алло. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Еду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Мы с семьей никогда не делали такие глупые и веселые фото. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву... Я забыла про это. Снова этот маяк. ...продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз. Всяких лакомств для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Один доллар в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Где же он их найдет? Ага, нашли. Хм... Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз. Всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори, такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Один доллар в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Хм. Черт, где же ключи? Еще один доллар в банку ругательств. Ты меня разоряешь. Как знал, что эта штука мне пригодится? Почему мои ключи там оказались? И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап. Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься. Мы никак не изменим этого. Она меня не бросит. Никто тебя не бросит. Мы никак не изменим этого. А, или можем? Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Один доллар в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще один доллар в банку ругательств. Подойдет. Ты меня разоряешь. Как знал, что... И даже... Я должна попытаться. Должна. Я здесь для того, чтобы спасти Уильяма. Ради Хлои. Будь ты будешь благодарна за это. Черт, нужно спрятать ключи туда, откуда не будет слышно эту дурацкую пищалку. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще один доллар в банку ругательств. Ты меня разоряешь. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз, всяких лакомств для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Ключи точно были здесь. Я же помню. О, дружок, совсем забыл о тебе. О, ключи! Покажитесь! Ну, конечно. Никогда больше не куплю ничего от SpyGuy Electronics. А может быть, на автобусе? Остановка ведь совсем недалеко. Хм, а ведь могу. Хорошая идея, Макс. О, да, автобусы — это классно. Приезжают каждые 15 минут, да и места тебе, и Джойс с продуктами хватит. И это сбережет окружающую среду. Убедила, убедила. Ну что ж, я почапал к автобусной остановке. Джойс это понравится. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Все нормально? Клоя, я такая классная. Мы классные. Мне кажется, ну, вряд ли получилось что-то. Да ну, серьезно? Изменили? Ну, какой ценой? Ну, какой ценой? Мы изменили прошлое, но какой ценой? Это важно. Да вам же покажут. Эй, ты вообще слышишь нас, Максим? Что, блядь? Макс. А не Максим. Да знаю, я прости, безумная, Макс. Ты же не дуешься, правда? Да? Не хочешь ободрать наш куст и выкурить трубку мира? Что, да? Кажется, Макс под кайфом. Она ведет себя как-то странно. Ты в норме, Макс? Я же говорила, не стоит братьев циклон, но меня же никто не слушал. Кортни, ты вообще никого не хочешь принимать в клуб. Да отвали, сучка. Мы в самом начале, блядь, что? Орэн, он что со Стеллой? О нет, это же полный пиздец. Что еще я изменила? Хлоя. Хлоя. Интересно, можно было не изменять ничего? Но какой ценой я наизменила все это прошлое? Это вообще трэш, что это, блядь? Блин, жалко, если нет музыки, было бы атмосферно. Честно, я чуть в шоке даже с этого. Честно, вообще... Ну, какой ценой? Вон, теперь водитель, а не охранник. Это трэш. Они переехали, да? Это будет, конечно, жесть. Жалко, здесь нет музыки. Ну, ребята, АП, ребят, АП, может быть, пролетит. Так что... Макс Колфилд. Покорила Сиэтл, а теперь решила передохнуть здесь. Мы думали, что после большого города ты сюда никогда не вернешься. Нет. Я бы никогда не бросила Хлою. Кстати, она очень ждала тебя. О, минуточку. Хлоя, к тебе гости. О, минуточку. ебать полезно это ведь и ребят меняли мы мы поменяли прошлого вот цена всего есть цена это трэш конечно это трэш причем полный трэш да мы с вами прошли третий эпизод это просто пишите комментариях сомнения такая такая была серийка тонненько интересно интересно что же будет дальше интересным всем за просмотр катерика была принц обидеть существенных давайте так вот вот мой выбор да вот мой выбор как раздал а можно было спасти кейт вы можно было за четыре боя вычитаем вынесешь цель ребят давайте